Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Новая разметка впервые появилась на улицах Владивостока. Заставит ли жёлтая вафельница соблюдать правила движения на перекрёстках? Коллеги по красной книге. Центр реабилитации редких животных «Тигр» впервые принял под своё крыло дальневосточных аистов. Если «Тигр» у нас хозяин тайги, то аист — это хозяин неба. И по их численности, по их состоянию можно оценить то, насколько успешно ведётся деятельность по их охранению. Элита мирового бандбинтона во Владивостоке. Международный турнир «Рашин Оупен» открылся в 15-й раз. Здесь, конечно же, есть и призёры Олимпийских игр, призёры чемпионатов мира, чемпионы мира. Это, конечно, уровень. Также в выпуске. За обман дольщиков на 74 миллиона рублей в Приморье арестованы три застройщика. И ещё раз скажем. Всероссийский детский центр «Океан» примет на реабилитацию 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Большую часть детей, госпитализированных на прошлой неделе из оздоровительного лагеря «Юнга», выписали из больницы во Владивостоке. В медицинском учреждении остались четыре ребёнка. Это дети из других регионов, которых должны забрать родители. Напомним, на прошлой неделе в лагере «Юнга» произошла вспышка кишечной инфекции, из-за которой в инфекционное отделение клинической больницы Владивостока поступило 25 новых пациентов. Все они дети в возрасте 12 и 14 лет. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в лагере нарушение санитарных правил приготовления и хранения продуктов, дезинфекционного режима, содержания помещений пищеблока. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Работа лагеря была приостановлена. Всероссийский детский центр «Океан» примет на реабилитацию 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области. 18 июля ребята приедут на отдых, где их ждёт насыщенная программа. Мероприятия на свежем воздухе, соревнования в спортивных комплексах и пятиразовое питание. Дети смогут принять участие в тематических сменах «Лайфскилз» – «Истоки морского братства», «Дети мира» и «Летняя арт-деревня». Напомним, паводок в Иркутской области затронул 107 населённых пунктов, из которых больше всего пострадали города Тулун и Нижний Удинск. В результате разбушивавшейся стихии оказались подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог. От паводка пострадали 38 тысяч человек. Приморский край и сам в разные годы испытывал на себе целый спектр природных ненастий. Тайфуны, паводки ураганной силы ветра и муссонные ливни неделями напролёт. Поэтому, когда по всей стране прокатилась новость о чрезвычайной погодной обстановке в Иркутской области, Приморье одним из первых распахнуло двери для климатических беженцев. Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с деньгами участников долевого строительства возбудили следователи Уссурийска. По подозрению в совершении мошенничества в особенно крупном размере задержаны трое подозреваемых. Они являлись руководителями фирмы-застройщика. Установлено, что злоумышленники привлекли деньги 23 участников долевого строительства многоквартирного дома на Крестьянской улице в Уссурийске. Но установленные сроки дом не ввели в эксплуатацию и квартиры дольщикам не передали. Причинённый ущерб оценивается как минимум в 74 миллиона рублей. Учредителя компании заключили под стражу. Ещё двоих подозреваемых под домашний арест. В ходе обысков в офисе строительной компании, а также по местам проживания фигурантов изъяты компьютерная техника, бухгалтерия, проектная и сметная документация, печати и штампы, которые помогут следствию. Полицейские Владивостока провели рейд в местах отдыха в районе бухты Лазурное. Особое внимание уделили местам общественного питания. Как результат – ликвидация склада фальсифицированного алкоголя. Из незаконного оборота изъято две тонны спиртосодержащей жидкости. В ряде заведений алкоголь продавали без лицензии на право реализации и хранения алкогольной продукции. Составлено четыре административных протокола. Так, в одном из киосков выявлена незаконная реализация пивных напитков. Из оборота изъято 73 литра алкогольной продукции. 27-летний индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности. На территории одного из кафе был выявлен склад незаконного хранения алкогольной продукции. В 40-футовом контейнере хранились 19-литровые канистры с вином без акцизных марок. Изъято 118 канистр спиртосодержащей жидкости, общим на сумму 226 тысяч рублей. Все спиртное изъято и передано на хранение в Росспиртпром. Вопросы повышения эффективности работы городского общественного транспорта обсудили депутаты Думы Владивостока. На заседании Комитета по городскому хозяйству депутаты заслушали отчеты об итогах комплексного обследования пассажиропотока во Владивостоке и информацию о введении безналичного расчета в городском общественном транспорте. Тему продолжит Максим Яковлев. Тема общественного транспорта на заседании Комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока вызвала наибольший интерес и в то же время волну жарких дебатов. Проблемы настоящего и планы на будущее относительно пассажирских перевозок в дальневосточной столице в своем докладе представили специалисты Сити-Транспорт Групп Сибирь. Они в течение трех месяцев проводили анализ всей дорожной сети Владивостока. Автобусное движение в Владивостоке – проблемная тема как для горожан, так и для депутатов. Исследования указали самые слабые точки сети. Например, в городе много дублирующих маршрутов, поэтому автобусы на дорогах обгоняют друг друга, чтобы первыми забрать пассажиров. Безналичный расчет реализован сегодня только в 32% машин. Длительные простой автобусов на остановках в принципе никуда не делись. Специалисты, исходя из анализа, предложили не заниматься мелкими изменениями, а обновить всю сеть целиком. В ней нужно будет не только уменьшить дублирование маршрутов, но и удлинить их, иначе говоря, сократить количество пересадок. В текущей моменте порядка 51% у нас не совершают пересадок. Не будем совершать пересадки, но модели порядка 50-50%. То есть больше. Обсуждение этой темы заняло в сумме около двух часов. Свои вопросы и предложения озвучили и непосредственно работники общественного транспорта. Всю информацию комитет принял к сведению. Председатель комитета Наталья Войновская отметила необходимость оптимизации работы городского общественного транспорта, на которую поступает много нареканий от жителей города из-за нарушения расписания движения автобусов и их состояния. Представители администрации Владивостока в свою очередь отметили, что уже осенью предложат первые наброски новой автобусной сети. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Тем временем организация дорожного движения в Приморской столице вызывает все больше вопросов горожан. На днях в районе Покровского парка появилась первая во Владивостоке разметка «Вафельница». Также в социальных сетях появились опросы жителей Приморской столицы, касающиеся изменения схемы движения на Партизанском проспекте и Тополиной аллеи. Как поменяется жизнь автомобилистов и пешеходов в нашем следующем сюжете. Новая разметка в районе Покровского парка у одних автомобилистов вызвала ступор, другие и вовсе не обратили на нее внимания. К слову, «Вафельница», как в народе называют вафельную разметку, вовсе не меняет правила проезда данного перекрестка. Она нужна лишь для того, чтобы автомобилисты были внимательнее при проезде пересечения дорог. Разметка 1.26 желтого цвета, так называемая вафельная разметка, обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево. Данная разметка может применяться самостоятельно или совместно с дорожным знаком 1.35, обозначающим участок перекрестка. Согласно ПДД, водитель не может выехать на перекресток, если по пути следования образовался затор, и он вынудит остановиться водителей, следующих в поперечном направлении. Это касается всех перекрестков. Так что данная разметка лишь обращает внимание водителей на данный пункт. К слову, по словам представителя ГИБДД, на данном участке дороги автовладельцы зачастую нарушают это правило, особенно в час пик. Специалистами Управления дорог и благоустройства совместно с ГИБДД было принято решение о нанесении разметки вафельница на перекрестке в районе Покровского парка. Здесь не только нанесли соответствующую дорожную разметку, но и установили знаки. Сделано это в первую очередь для того, чтобы показать автолюбителям, что выезд на заключающий сигнал светофора на выделенный участок может привести к образованию заторов автотранспорта и созданию существенных помех другим участникам дорожного движения. Если автомобиль заедет за стоп-линию или повернет из несоответствующего ряда, этот момент должен фиксироваться фото и видеокамерой. Однако пока что за водителями будут следить мобильные наряды ГИБДД с паркоматами. Нарушители ждут письма счастья со штрафом в 1000 рублей. К слову, горожане смогут предложить свои варианты, где еще нужна такая разметка – через интернет-приемную или в официальных соцсетях администрации Владивостока. А вот направление движения на партизанском проспекте и тополиной аллеи менять не будут. Напомним, две недели назад якобы официальный аккаунт ГИБДД провел соцопрос среди горожан. Авторы идеи предлагали участок дороги от Покровского парка до кольца инструментального завода сделать односторонним в сторону выезда из города. А обе полосы тополиной аллеи и участок дороги от Дальпресса до Покровского парка сделать односторонними для въезда в город. В результате Покровский парк стал бы своего рода огромным кольцом для движения. Однако ни городское ГИБДД, ни администрация Владивостока подобное голосование не запускало. И изменять схему движения пока никто не планирует. Дмитрий Беломестнов, Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. И в продолжение темы транспорта. А в районе Корабельной набережной 10 изменят схему дорожного движения. Здесь в скором времени появится новый знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Запрет на парковку ведут на правой стороне дороги по направлению от строящегося отеля к набережной Цесаревича. В мэрии заявили, что такой шаг необходим, поскольку запаркованные автомобили очень часто создают большие неудобства другим участникам дорожного движения. Администрация города Владивостока просит автолюбителей с пониманием отнестись к вводимым изменениям. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Приемная комиссия в образовательные учреждения края в самом разгаре. Самые популярные направления назвали в колледжах Приморья. Центр реабилитации редких животных «Тигр» впервые принял под свое крыло дальневосточных аистов. Гендерный эксперимент. Приморский драматический театр молодежи удивит необычной постановкой Гоголевского ревизора. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Приемная комиссия в образовательные учреждения края в самом разгаре. Самые популярные направления назвали в колледжах Приморья. Центр реабилитации редких животных «Тигр» впервые принял под свое крыло дальневосточных аистов. Гендерный эксперимент. Приморский драматический театр молодежи удивит необычной постановкой Гоголевского ревизора. Беларусь готова активно участвовать в развитии Приморья. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором края Олегом Кожемяка. Глава союзного государства отметил готовность Беларуси поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок, а также быть для края надежными друзьями и партнерами. Белорусский лидер добавил, что в последнее время многое было сделано для развития Владивостока. Город получил новое дыхание. Олег Кожемяка в свою очередь поблагодарил президента Беларуси за высокую оценку совместной деятельности. Глава региона подчеркнул, что многие жители края своими корнями связаны с Беларусью. В планах двух регионов прежде всего идти по уже наработанным направлениям, которые могут стать основой многолетнего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому власти края будут развивать отношения так, чтобы это пошло на пользу народам. Александр Лукашенко наградил Олега Кожемяка орденом почёта. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости. Делегация Приморья во главе с Олегом Кожемяка прибыла в Республику Беларусь со знакомительной целью и для обсуждения перспектив развития сотрудничества. В прошлом году торговый оборот двух территорий составлял почти 26 миллионов долларов. Сегодня Приморье активно закупает коммунальную строительную тяжёлую технику для горнорудной отрасли. На потребительском рынке края белорусские товары представлены молочной продукцией и изделиями лёгкой промышленности. В эти летние дни в разгаре приёмная кампания. Причём не только в ВУЗы, но и в колледжи. Сотни абитуриентов подают заявления на программы среднего специального образования в колледже. В 2019 году предусмотрено 7465 бюджетных мест для приёма на обучение. Большое число заявок во всех колледжах региона наблюдается по направлениям. Пожарная безопасность, информационные системы и программирование, компьютерные сети, организация перевозок и управление на транспорте. В Приморском политехническом колледже самыми востребованными у абитуриентов специальностями стали архитектура, техобслуживание и ремонт автотранспорта и гостиничный сервис. Конкурс на место по этим направлениям в среднем 4 человека. При этом на каждую специальность отведено 25 мест. В Промышленном колледже энергетики и связи Владивостока самые востребованные специальности – компьютерные системы и комплексы, электрические станции, сети и системы. На конкурс предоставлено 345 бюджетных мест. В Уссурийском агропромышленном колледже особой популярностью среди абитуриентов пользуется направление ветеринария. Заявления в колледже принимают до 15 августа. В год театра во Владивостоке готовится премьера. Приморский драматический театр молодежи поставил одну из самых известных пьес Николая Гоголя – «Ревизор». Для постановки пригласили художественного руководителя Иркутского театра Станислава Мальцева. В театре молодежи решились на эксперимент и отдали роли главных чиновников «Ревизора» женщинам. Пол сменят городничий – смотритель училищ, судья и другие. По словам режиссера, такое прочтение в духе автора. При этом текст почти на все 100% гоголевский. На такой ход режиссер Станислав Мальцев решился, чтобы приблизить классику к современности. Премьера спектакля состоится уже 20 июля. Сегодня все-таки уже меняется век. Не сегодня, а завтра женщины опередят мужчины. Я уверен в этом. Потому что с их энергией, с их талантами, с их напористостью все больше и больше женщин попадают во власть. Говоря, вот эта взаимосвязь «Ревизора» Христакова и «Женщин-чиновниц» мне показалась любопытной, потому что власть, деньги, любовь – это всегда очень и очень все рядом. Дальневосточный аист – это тигр в небе. По крайней мере, в этом уверены кураторы Центра реабилитации, название которого и произошло от самого популярного краснокнижного зверя Приморья. На этот раз под крыло тигра попали не леопарды и медведи, но впервые редкие птицы – Амурского бассейна. Их сохранением в настоящий момент занимается Всемирный фонд дикой природы России. Подробнее о судьбе даурского журавля и двух дальневосточных аистов на Приморской земле расскажет Евгений Черемухин. Этих красивых и благородных птиц в мире осталось от 6 до 7 тысяч особей. Мировая численность даурского журавля, говорят эксперты, является частью так называемого негативного тренда. Иными словами, они, как и многие другие редкие виды птиц и других животных, исчезают. Если тигр у нас хозяин тайги, то аист – это хозяин неба. И по их численности, по их состоянию можно оценить то, насколько успешно ведется деятельность по их сохранению. Однако среди их двуногих соседей по планете все же находятся сознательные и неравнодушные. Такие, как в Центре реабилитации редких животных тигр. С недавнего времени на их попечении не только наземные краснокнижники, но и редкие пернатые. Один из новеньких пациентов – даурский журавль. Пойман он был в декабре прошлого года в Амурской области. Журавль не летает. У него травма крыла. У него в крыле были обнаружены дроби. Это последствия, скорее всего, браконьерства. После таких травм, уверены эксперты фонда, гордая птица уже не сможет вернуться в мир дикой природы. Какое-то время журавль проведет в Центре тигр, а после, скорее всего, отправится в зоопарк или любое другое специализированное учреждение. К слову, в сам центр птица попала не сразу. Раненого даурского журавля впервые обнаружили в Амурской области. Его поймали на границе Михайловского и Ивановского района. Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий Амурской области. И какое-то время, говорят, он содержался в Благовещенске и затем был передан сюда. Если с даурским журавлем жестоко обошлась весенняя охота, то с двумя дальневосточными аистами – матушка природа. Дерево с гнездом, где жили молодые аисты, рухнуло в Лесозаводском районе. Там их подобрали местные и привезли в Приморский сафари-парк в Шкотово. Оттуда их, как редкий вид, изъял Приморский охотнадзор, чтобы позже молодые аисты составили компанию раненому коллеге. Оба вида – даурский журавль и дальневосточный аист – являются флаговыми видами для Всемирного фонда дикой природы России. Последний уже четверть века заботится об их сохранении. И даурский журавль и дальневосточный аисты являются видами, занесённые в Красную книгу России, в Красные книги регионов, в том числе Приморского края, и в Красную книгу Международного союза охраны природы. Подобный опыт для передержки редких пернатых – первый для Приморского края. И очень важно, говорят специалисты, чтобы процедура реабилитации, а в случае с аистами и возвращение в дикую природу, прошла безболезненно и безопасно для животных. В планах центра к середине августа поставить на птиц GPS-передатчики и кольца, чтобы отслеживать их перемещение к моменту освобождения из рук заботливых кураторов фонда. Какая судьба ждёт краснокнижных птиц, а главное, кто заберёт себе раненого журавля? Восьмой канал будет следить за ситуацией. Евгений Черемухин, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Зоозащитники призвали грибников не подбирать в лесах детёнышей косуль. Сейчас в тайге то время, когда у оленей и косуль рождается потомство. Вместе с началом этого важного для копытных периода в леса устремляются люди для отдыха и сбора грибов и дикоросов. В это время в зарослях травы и кустах можно встретить детёнышей копытных без матери. Дело в том, что маленькие олени и косули не обладают подвижностью взрослых и в случае опасности затаиваются. Желая помочь, оленят и косулят нередко забирают из леса. Самый большой процент детёнышей косуль, которые оказались в центрах реабилитации, это такая история. Люди пошли за грибами, нашли детёныша. Эксперты предупреждают, мать может оставить детёныша и отойти, а потом вернуться. Но она не придёт, когда люди подошли. Не надо ждать мать и не надо трогать детёнышей. Животные должны оставаться в лесу. Специалисты настаивают, спасать таких детёнышей не нужно, так как их мать находится поблизости. Такой как бы спасённый зверь рискует никогда не вернуться домой или погибнуть, даже в руках опытных ветеринаров. Бомбинтонисты со всех уголков мира собрались во Владивостоке. В приморской столице уже в 15-й раз проходит международный турнир Russian Open. Соревнования в этом году являются этапом отбора на Олимпиаду 2020 в Токио. Все подробности у Максима Яковлева. Ещё 15 лет назад было смешно представить, что в таком далёком приморском городе могут собраться лучшие бадминтонисты со всего мира. Сегодня же международный турнир Russian Open уже хорошая традиция. Спортсмены разных стран приезжают сюда с удовольствием, ведь во Владивостоке можно побороться не только за ценные призы, но и за важные рейтинговые очки. Здесь, конечно же, есть и призёры Олимпийских игр, призёры чемпионатов мира, чемпионы мира. Это, конечно, уровень. Азиаты снова главные соперники. Это, конечно, Индонезия, Япония, Китай, Корея. Это самые-самые. Ну и, конечно, одни из лучших датчан. Дания, Германия, Голландия. Тут все. Набор участников действительно впечатляющий. Такого же международного и статусного турнира в России больше нигде не найдёшь. К слову, наша страна в Russian Open преуспевает каждый год. Вот и в этот раз настрой боевой. Наших бадминтонистов интересует не столько призовой фонд, а рейтинговые баллы, которые в следующем году сыграют на руку. Турнир Russian Open входит в общий календарь Международной Федерации, квалификации Олимпийских к Токио. Дает максимально 5000 очков. Это очень хорошие очки для того, чтобы попасть на Олимпиаду. И поэтому у нас в плане эти соревнования стоят на высоком уровне. Набрать предолимпийскую копилку интересно и нашим гостям. На протяжении многих лет королями бадминтона считались азиаты, в частности китайцы. Сейчас же всех обыгрывает ещё и Индия. За спортсменами из этой страны следят тут пристальней всего. У нас действительно сейчас сильные бадминтонисты. В одиночках наши ребята находятся в мировом топе. Сейчас здесь все сфокусированы на предстоящей Олимпиаде. Идёт непростая борьба за рейтинг. Элита мирового бадминтона будет соперничать во Владивостоке вплоть до 21 июля, когда пройдут финалы. Посетить матчи и поболеть за спортсменов можно каждый день в спорткомплексе «Олимпийц». Вход свободный. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Новая разметка впервые появилась на улицах Владивостока. Она должна помочь водителям соблюдать правила движения на перекрёстках. Из больницы выписали большую часть детей, госпитализированных на прошлой неделе из оздоровительного лагеря «Юнга». Всероссийский детский центр «Океан» примет на реабилитацию 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области. Гендерный эксперимент. Приморский драматический театр молодёжи удивит необычной постановкой гоголевского ревизора. Коллеги по красной книге. Центр реабилитации редких животных «Тигр» впервые принял под своё крыло дальневосточных аистов. Элита мирового бомбинтона во Владивостоке. Международный турнир Russian Open открылся в пятнадцатый раз. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Уже 28 июля Владивосток, главная база ТОВ, отметит один из самых любимых праздников – День военно-морского флота. А на днях корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы основным оружием. Это противокорабельные ракеты «Москит». Крылатая противокорабельная ракета разработана в СССР и оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, тем самым, который США безуспешно изобретают для своей гиперзвуковой ракеты. Предназначена она для поражения всех типов кораблей, кроме авианосцев. Это единственная в мире ракета, способная летать на скорости почти в три маха на сверхмалых высотах. Также ракета способна выполнять противозенитный маневр с поворотами на 60 градусов. На кадры учений смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был я, Сергей Комаров. Увидимся на восьмом.